Добрый день дорогие друзья, приветствую вас компания Кровмонтаж и меня зовут Мороз Алексей, на нашем проекте кладка печи в загородном доме. Как обещал в этой серии вас познакомлю с печником, который будет производить кладку печи в моем доме. Его зовут Иванов Сергей Иванович, самая русская фамилия. Он печник в третьем поколении. У вас дедушка был, по-моему, прадедушка, прадедушка, деды, всегда у нас печники. Возьми крупным планом, вот прадедушка собственная персона. Ну и Сергей Иванович, вкратце расскажите, какие вы будете работать, какую печку ложить и так далее. Что нам предстоит? Значит, обратился заказчик, которому надо выложить печь отопительную, варочную. Ну и на 120 квадратных метров надо отопить полностью это помещение. Для этого есть много сложностей, нет фундамента. Мы сейчас делаем фундамент. Потом у нас перегородку протерили, усилили полностью. Печь будет выкладываться, отопительная, варочная, со стороны кухни с плитой на одну по форку. И с обратной стороны комнаты отдыха, там уже будет щиток. И с выходом трубы, основание трубы, которая будет выходить на второй этаж, будет стоять щиток на три канала. Ну и дальше уже на крыше будет выходить труба, сэндвич, диаметр внутренний 180, утепленное. На крыше будет закрываться изоляционным материалом. То бишь, второй этаж вы тоже проглите печь, чтобы отапливался и второй этаж. Да, второй этаж будет отапливаться. Сам топливник будет находиться на первом этаже, но за счет задвижек, который будет перекрываться, можно нагревать и второй этаж, без нагрева первого этажа щитка с комнаты. Вот, или можно обогревать всю полностью печеную. Да, хочу обратить внимание, то что изначально мы когда договаривались, планировалось просто дымоход через второй этаж провести на крышу. Но я когда еще раз переспросил, можно ли добавить мощности на второй этаж, то есть мне человек сказал, да, надо усилить дополнительно фундамент и щиток вывести на второй этаж, то есть там тоже требует канала и дополнительно будет отапливаться второй этаж. Ну что, пройдемте для полного знакомства в сам дом, мы покажем сейчас на стадии, как заливается фундамент под печь, само устройство печи схематично обсудим, ну и так далее. Пойдемте, пройдемте. Итак, дорогие друзья, мы оказались на кухне, где будет устанавливаться печь, самовыварочная панель и отапливаться печь будет с этой стороны, так как я считаю, что носить дрова в зал, где будем отдыхать и вот ошметки мусора, щепки от дров я считаю излишним. Лучше заносить с кухни. И будет дверца стеклянная, да, как камин. Да, Сергей Иванович? Да. Здесь, значит, будет с этой стороны будет топка, вот та же подувальная дверца, с этой же стороны тоже будет плита, на лукофорку, что мы сделали? Здесь большая сложность была, лестничный марш проходит на второй этаже, вот мы сделали пропил, так же сделали пропил в бревне, для того, чтобы бревна не сыграли в дальнейшем, и скользящий брусочек 40 на 40, вот на доску будет здесь стоять. И так же пойдет изоляционный материал противопожарный и также пойдет полкирпича, изоляция самого кирпича уже от печи. Сергей Иванович, извините, перебил. Я о сложности скажу, что, друзья мои, ошибки, которые я не рассчитал, то есть проектируйте всегда дом, если вы хотите вложить печь изначально. То есть, если вы спланировали печь, как у меня, я решил уже в процессе спонтанно, видите, пришлось вскрывать полы, у меня лестница здесь над печкой, то есть это сложности, и пропиливать капитальную стену. Задняя часть печки будет входить у меня в большую комнату. И абракадабра получилась вот с фундаментом, прошу оператора снять. Вот капитальная перегородка. Сергей Иванович, подхватывайте мою мысль. Да, здесь какая проблема была с фундаментом. Так как заранее не было предусмотрено фундамент, и сам центр тяжести у нас находится дымоход, будет у нас с правой стороны по щитку. Здесь у нас будет топливник. Но у нас идет фундамент, который залитый 40 на 50. И как многие печеньки приходили до меня, говорили, что можно на пол поставить досками, раскинуть и выстроить эту печь. На самом деле, через какое-то время бы дом накосился, и сама печь сыграла бы, отходила бы от стены. На самом деле, мы сделали фундамент в глубину, заливку 30 сантиметров. Вы еще засыпали? Да, там выкопали, засыпали песком 20 сантиметров. Сделали утрамбовку, пролили водой. После этого армировали. На 30 сантиметров залили уже щебень, бетонную стяжку на 30 сантиметров. Расскажите нашим зрителям, что вот я вижу у вас шруфты, а вы отверстие буром. Да, здесь мы сделали как? Для того, чтобы вот этот фундамент не был независимым от этого фундамента, мы сделали диаметр на 200, забурились на метр. Тоже так же просыпкой песком. Поставим сюда азбице-цементная труба на 200. Вовнутрь запустим арматуру. И у нас будет эта часть, которая будет вверх. Стоять, объединяться будет с этим фундаментом с общим. Но не касаясь фундамента, который идет по дому. С изоляцией от этого фундамента будет 8 сантиметров. Для того, чтобы если фундамент этот будет садиться, чтобы он не касался, ну и не нарушал конструкцию фундамента. Так. Сергей Иванович, и нашим телезрителям расскажите, пожалуйста, о проекте печи. Вот я смотрю, вы выложили схематично, да, но на полу. Как будет выглядеть печь, так сказать, в разрезе? Здесь, значит, что? Здесь у нас топочная. Топочная, значит, печь сама 4 и щиток на 8 кирпичей с каналами. Значит, первый, значит, канал через перевал будет уходить по низу. Подниматься уже здесь будет стоять прочесная дверца. Будет подниматься исходящий, восходящий. И с каналами доходить до последнего канала. Дальше идет на лежачий. Здесь, значит, пойдет на лежачий канал. И выход уже в трубу на второй этаж. Также будут стоять задвижки. Летний ход будет в этой части. Мы потом в дальнейшем покажем, как это все выглядит. То есть, если я правильно понял, здесь будет из кухни забрасывать грова. А вот этот щиток, часть стены кладки, вы еще мне узорами как-то облагородите. То есть, в комнате это будет являться, так, как вы называете, щиток. И будет греть помещение. Чтобы походить на воду охотни и теплый воздух, горячий будет ходить в этом щитке. Какие-то подписчики, которые будут вращаться на дымоход, и под самый потолок. И где-то половина этого щитка у нас пойдет на второй этаж. Значит 3,5 кирпича на полтора уже будет выходить на втором этаже. Это будет читаться щиток уже, дымоход на втором этаже. С тремя каналами. И дальше уже переход на трубу сэндвич. Так, ну значит сейчас мы покажем, а эту часть мы еще будем заливать. Я так понимаю, это облегченный у Вас вариант фундамента. Да, здесь мы как... Ложим ацеид, значит плоский шифер используется. Для того, чтобы основа не деревянная, а чтобы в дальнейшем это не гнило, вот мы используем плоский шифер десятка, укладываем, делаем. Да, здесь мы вот выложили опалубку из ацеида, плоский шифер. Значит, также будет укладываться здесь арматура. И с перевязки полностью с этими столбами, которые у нас в дальнейшем здесь пойдут с Вами. Далее, как вы говорите, будет обвязываться арматура с прослойкой от фундамента 8 сантиметров и общая стяжка бетонная. То есть, вы рассказали, как он сейчас есть, как будет фундамент под эту пищей. Правильно? Да. Для того, чтобы использовать и также фундамент был независимый от пола и также от фундамента, который здесь, мы используем ацид. В дальнейшем он может здесь и остаться. И не дает он бетону проваливаться. Да, бетон не дает. Сама основа стоит уже на столбах. Понятно. Задача нашего сюжета сегодня была знакомство с печеньком. Сейчас такой момент. Мы показали вам установку фундамента. Рассказали о проекте, который в разрезе планируется печь установить. В принципе, в следующих сериях, я думаю, мы встретимся уже на самой кладке. И я надеюсь, посвятим серию подробно. Вот только меня интересует. С кирпича, как он называется? Кирпич используем в Витебске первый цех. Кирпич и шамут и гирпич Ш8. Для футировки. И также 6-й Ш6 используем для футировки. Для перевала. Для всех видов, чтобы не касание, не было огня кирпича. Сергей Иванович, дом будет у меня теплым. Хорошо. Я надеюсь. Дорогие телезрители, надеюсь, с вами встретимся в следующей серии. Кладка печи в Московском регионе. Если у вас есть вопросы, обращайтесь. То есть, именно по кладке, пока мы ведем этот цикл репортажа, в моем собственном доме кладут печь. И я вам могу, так сказать, ответить и Сергей Иванович на вопросы, которые вас интересуют. Поверьте мне, кладка печи – это очень серьезный вопрос. И очень актуальный, с которым я столкнулся. Поэтому я делаю этот репортаж. Это самое главное, я перебил. Это самое главное сердце в доме. Потому что нет печки, дом не используется. Только летом. Да, только летом. Но здесь, увы, электричества мало, к сожалению. Поэтому печь – только печь. И тепло от нее очень комфортное. Правильно? То есть, не… Вот, допустим, используя буллером, там пережигается воздух. То есть… Конечно. Чугунные всякие печки. То есть, ну, дышать. Да, быстро. КПД большое. Но надо постоянно подбрасывать дрова. И сжигается воздух, некомфортно дышать. Вот, можно и тут показать. Я вот нарисовал сам фундамент. Если понятно. Значит, вот эта плита – это нижняя плита. То есть, нет, вот эта нижняя плита. Свай в земле забуреный на метр. Еще плюс плита залита 30 см. После еду, значит, блоки сороковка, 40-20х20. Потом заливается, значит, плита, то, что вот сейчас мы показали. Палки из ацеида. Здесь также идут сваи. Внутри плита, то, что вот сейчас мы показали. Вот. И уровень пола, да. Так что вот, пока. Да, все понятно. Спасибо, Сергей Иванович. Ну, все, дорогие друзья. Мы прощаемся до следующей серии. С вами был Мороз Алексей. Оператор Василий. Компания Кровмонтаж. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok